Окей, чё, может мудрее начичат? После капитуляции Германии во второй мировой войне... Берлинский воздушный мост. Про холодную войну серия, 8 мин идёт. Должна быть интересная. После капитуляции Германии во второй мировой войне, она была разделена на 4 оккупационные зоны. Берлин, хоть и находился в зоне Советского Союза, тоже был разделён. И у сторон было два противоречащих друг другу плана насчёт будущего Германии. Так как за последние 30 лет страны Советского Союза пережили два немецких вторжения, они хотели, чтобы Германия была сломлена и подчинена, и больше никогда не смогла стать угрозой. Также она должна была стать буферной зоной, которая будет держать западные державы на расстоянии. С другой стороны, Америка и Великобритания считали, что Гитлер со своей идеологией стал популярным на фоне Великой Депрессии. Поэтому, чтобы Европа жила в мире, Германия должна стать демократической. И они, в свою очередь, рассчитывали на то, что она будет оплотом против расширения влияния Советского Союза. Короче, как вы уже поняли, это совместная операция... Почему у тебя сегодня такая задержка чата? Не знаю, всё нормально. Рация по оккупации была обречена на провал с самого начала. И окончательно всё посыпалось из-за валюты. После войны Берлин был экономической ямой. Стоимость немецкой валюты была настолько низкой, что буханка хлеба часто стоила целую зарплату. Поэтому реальной валютой города на тот момент были американские сигареты. В 1948 году западные державы... Чисто прикатил-то в Германию с пачкой сигарет. А выпланировали... С блоком, вернее, с блоком. Ввести новую валюту. Немецкую марку. И создать западно-германское государство. И всё это стало предлогом для действий со стороны Советского Союза. 23 июня 1948 года... Привет, кудесник. Советские войска заблокировали автомобильные и железнодорожные магистрали, которые использовались для снабжения Берлина. Электростанции, расположенные в советском секторе, отключили подачу электричества в Западный Берлин. И началась блокада города. Запасов продовольствия и угля оставалось на месяц. И у западных лидеров было три варианта. Первый. Они могли просто вывести свои войска из Западного Берлина. Второй. Они могли остаться в Берлине до тех пор, пока голодающее население само не выгонит их оттуда и не примет советскую власть. Или третий. Они могли послать вооруженный конвой, чтобы деблокировать дороги. Но это привело бы к новой мировой войне. Но была еще одна возможность, о которой мы поговорим после короткой рекламы. Не перематывайте, потому что предложение очень крутое. Смотрите. Это дебетовая карта Тинькофф Реком... Да, уже знаем, да. Было, было недавно. ...месяцами ранее. Советский Союз уже прерывал сообщения с Берлином несколькими месяцами ранее. И тогда войска в городе снабжались по воздуху. И теперь президент США Трумэн задался вопросом. Получится ли таким образом снабжать весь Западный Берлин? В конце концов, единственный способ остановить самолет, это выстрелить в него. Что будет означать начало новой войны. Было подсчитано, что городу потребуется 4000 тонн продовольствия и топлива в день, чтобы продолжать держаться. Но чтобы поставить такое количество груза на транспорт... Вообще, если так подумать, сколько крупные города потребляют ресурсов на свое существование. Это охуеть. На самом деле, какая сложная система. Вообще, вокруг всего мира, вот, вот, городов, как устроены страны. Это же пиздец. Это просто пиздец. Цифры же просто кидзооблачные. Спортных самолетах Си-47 понадобится более чем 1300 рейсов каждые 24 часа. И было решено попробовать. Первые полеты начались 26 июня. Несмотря на угрозы со стороны Советского Союза, зенитные орудия молчали. Но все равно сразу стало понятно, что самолетов и экипажей не хватает. Их стали перебрасывать даже с Гуама. Но этого все равно было недостаточно. Через две недели по воздушному мосту в Берлин доставлялось всего лишь 1000 тонн в день. Четверть того, что им было нужно. Были и другие сложности. Американский аэропорт в Берлине представлял собой травянистое поле, которое нужно было постоянно латать. Прямо около взлетно-посадочной полосы стоял жилой дом. И его крыша находилась всего в 5 метрах от заходящих на посадку самолетов. А сами эти самолеты Си-47 были очень старыми. Взрывоопасные угольная и мучная пыль заполняли их грузовые отсеки. Круглосуточный режим этой операции изматывал как летчиков, так и устаревшие самолеты. И все это время около них жужжали советские истребители, оказывая психологическое давление. Но даже несмотря на то, что норма по поставкам не исполнялась, все это вызвало волну энтузиазма. По всей Европе люди откладывали в сторону обиды военного времени. Лондонцы, пережившие немецкие бомбардировки, теперь отправляли посылки с медицинской помощью в Берлин. Многие британские авиамеханики отправились в Германию, не дожидаясь призыва. Немцы, ранее враждебно относившиеся к пилотам, сравнявшим с землей их города, теперь угощали летчиков пивом. Все было довольно хаотично, поэтому США привлекли к руководству генерала по имени Уильям Танер. Во время войны он командовал воздушным транспортом, который доставлял грузы через Гималайи в оккупированный Китай. Теперь перед ним была поставлена задача доставлять в Берлин 4000 тонн каждые сутки. Для начала он составил плотный график, по которому между взлетом и посадкой самолетов проходило строго 3 минуты. После приземления давалось 30 минут на разгрузку. Полеты должны были производиться на 5 высотах. Это позволяло увеличить максимальное одновременное количество самолетов в воздухе. Также Танер привлек свежих пилотов. Заменил Си-47 на Си-54 с большей вместимостью и нанял немцев для разгрузки самолетов и ремонта взлетно-посадочных полос. А после перевода руководства по техническому обслуживанию на немецкий язык, бывшим механикам Люфтваффе было поручено ремонтировать самолеты. Люди, которые 3 года назад стреляли друг в друга, теперь работали бок о бок. 12 августа цель была достигнута. Получилось доставить 4500 тонн. Затем Танер обнаружил, что один из его пилотов каждый раз, когда заходил на посадку, сбрасывал маленькие парашюты из носовых платков. Это были посылки с конфетами для детей. Берлинцам это понравилось. И Танер увидел в этом пиар-потенциал. Он приказал расширить ассортимент конфет, а самого пилота отправить домой, чтобы он давал интервью в СМИ. И... Бля, кайф. Эта пиар-победа была очень кстати, потому что приближалась зима, и ухудшение погоды могло навсегда поставить крест на снабжении города по воздуху. В ту зиму был туман. Иногда он был таким густым, что людям на взлетно-посадочных полосах приходилось... Бля, я бы сейчас конфеты ебанул, че. ...ползти, чтобы не наткнуться на невидимый пропеллер. Самолеты приземлялись при нулевой видимости с обледенелыми двигателями, сталкивались в воздухе, а измотанные пилоты засыпали за штурвалом. Но, несмотря на все это, в канун нового 1949 года было доставлено более 6000 тонн, что стало новым рекордом. А когда зима завершилась и погода стала лучше, воздушный транспорт начал доставлять больше... Какие конфеты любишь? Батончики наши, вот эти вот. Которые, не пойму, из молочного шоколада или че таки? Просто имба, блядь. Конфеты-батончики. Блядь. Это что-то... Это что-то просто... Невероятное. ...припасов, чем город, когда-либо получал по железной дороге. Этот успех придал смелости антисоветским политикам в Берлине. И план Советского Союза по предотвращению... Мороженое какое любишь? Блин, баблгам, шоколадное, банановое, клубничное. Или вообще любое мороженое, любое почти, кроме обычного этого сливочного. Создание западно-германского государства имел обратный эффект. Наоборот, поспособствовал его образованию. 12 мая 1949 года советские солдаты открыли дороги и позволили американским конвоям с припасами пройти в Берлин. За 15 месяцев воздушный транспорт доставил почти 2,5 миллиона тонн продовольствия и топлива. В ходе этой операции погибли 79 военнослужащих и немецких гражданских. Это событие стало поворотным моментом. Оно объединило Западную Европу в коалицию, противостоящую Советскому Союзу, в организацию Североатлантического договора, НАТО. Она была создана за месяц до окончания блокады Берлина. В течение нескольких недель Западная Германия официально стала самостоятельной страной. Следом образовалась и коммунистическая Восточная Германия. Европа была разделена на две части, а потом Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу. Это было началом войны нового типа. Войны за политическое влияние, в которой правительство проверяли, насколько далеко они могут зайти, не начиная полномасштабный конфликт. У меня пачка таких батончиков сейчас на столе, скоро с чаем буду хавать. Бля, проблемы эти конфеты, они очень калорийные, просто пиздец. Их на самом деле много кушать нельзя, пачка уж точно. Вообще вот, когда ты начинаешь разбираться вот в еде, типа углеводы, белки, жиры, чё как, калорийность. На самом деле все такие вещи, их буквально можно есть в день, ну, несколько штучек. А если ты хочешь остаться на день сытым и нормальным, и добрать там белки и так далее, и так далее. То есть на самом деле это реально проблема. Вот, и не получится, знаете, как в детстве. Ты взял там коробку, блядь, там, 10 чипсов, ещё что-то там, ещё что-то. Всё нахуярил. Ты, конечно, можешь так делать, но тогда, да, и внешний вид пострадает сразу. Это было началом холодной войны. Спасибо за просмотр, за лайк, подписку. Клёвый видос, клёвый видос. Нет денег, нет проблем. А это тоже, ну как, блядь, нет денег, есть проблемы и нет определённых других проблем.